Традиционный однодневный семинар председателей правлений СНТ, ДНТ и ОНТ в этот раз носил итоговый характер. Наличие дачи или садового участка – это не только отдых и приятное времяпрепровождение. У этого многотысячного сообщества проблем и забот тоже хватает. Их обсудили на семинаре, в котором приняли участие замглавы администрации округа Елена Суслина, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и руководитель движения «Народный сад» Фёдор Мезенцев. Несколько программ успешно работают. Это, в частности, дорога к СНТ, 38 километров асфальтированных подъездных путей построена. Это дачная амнистия, лесная амнистия. И достаточно много проблемных вопросов, некоторые из которых возникли в уходящем году. Подмосковные дачники лишились льготного сельского тарифа на электроэнергию. Энергетики воспользовались тем, что муниципальные образования получили статус городских округов и приравняли садоводов к городским жителям. Сельский тариф на электроэнергию. Тоже история не очень простая, запутанная. С этим вопросом будем работать и в следующем году. Программа социальной газификации, когда газопровод до границ населенного пункта ведется бесплатно, а внутри за счет собственников, с 2025 года коснется также и садовых кооперативов. Новое введение, инициированное губернатором, требует большой подготовительной работы. В СНТ должно быть не менее 51% домов, оформленных как жилые, а не садовые. Нам предстоит в течение года, значит, оформить или оформить садовых в жилые дома, ни много ни мало, 12,5 тысяч. Это нереально сделано. А если не будет 51% жилых домов, проектирование, участие в этом не будет. Несколько лет никак не могут наладиться взаимоотношения с мусоровывозящим оператором Хартия. В том, что касается порядка сбора, вывоза бытовых отходов и оплаты этой работы. Почему с нас взимаем плату дважды? Значит, и в садовых товариществах, и мы живем дома, значит, и дома еще платим. В Москве сейчас садоводы с 1 апреля по 1 октября не платят за вывоз коммунальных отходов, представляя справку. В Московской области этот вопрос никак нельзя решить. По мнению садоводов, вопреки их интересам, действует и принятый несколько лет назад федеральный закон 217 о ведении гражданами садоводства и огородничества. В частности, это касается оформления земель общего пользования, а еще изменения статуса участников СНТ. Некоторые садоводы перестали платить взносы. Роль председателя и роль руководящего органа СНТ, она не позволяет решать многие вопросы. И возникают вот такие стихийные группы, которые начинают бороться там либо за власть, либо против власти. Если хочу выйду, хочу не выйду, хочу буду платить взносы, не буду. Но если это СНТ, если это организация, значит здесь какие-то должны быть жесткие правила. Не может взять участок или дом и уйти оттуда. Жить приходится вместе. И это вносит свои, так сказать, коррективы. Многие вопросы удается решить на местном уровне. В частности, на личных еженедельных приемах у Елены Суслиной и на встречах с Владимиром Шапкиным. А вот сложные требуют корректировки федерального законодательства. Неспроста их и президенту на прямой линии задавали. Пока же районный союз СНТ оформил их в виде письма на имя председателя Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиты Чаплина. На семинаре его приняли единогласно. Узких мест очень много. Сегодня мы полезно поработали. Я думаю, что все вопросы, которые поставили председатели, мы соберемся у Владимира Николаевича Шапкина, сделаем дорожную карту и будем их последовательно решать.